Обратная сторона демократии. Председатель ТСЖ, выбранный жителями, ополчился против своих же подопечных. По крайней мере, так говорят жители многоквартирного дома на проспекте Гагарина. Они обвиняют своего председателя Евгения Лебедева в том, что он мало того, что не выполняет свои обязанности, так еще и покушается на их жизнь. Вот смотрите, брюки в клочьях, вот сапоги. Просто вот мне, я не знаю, каким-то счастьем, я не знаю, повезло остаться вообще не калекой. Вот такие ножи. Вращающиеся, вот такие острые ножи, вот такой, как бур. И вот меня, видимо, затянуло туда и как-то вышвырнуло из этой машины. И это неоднократный случай, к сожалению, который произошел с Оксаной. Это и относительно взрослых людей постоянно сыплется оскорбление и угрозы. И самое страшное, что относительно детей. Если он, например, наехал у меня снегоуборочной машиной, что может помешать ему сейчас стукнуть меня по голове, например? За что вы на меня наехали снегоуборочной машиной? Расскажите. Вы где живете, скажите. Я живу в этом доме. Да вы видите, на каком степени вы видите? Мне нечего с вами говорить. А почему мне нечего? Вы говорите с вами, собственно. Я уже с ними договорился. А у нас дети, я говорю. То есть взрослому человеку жуть берет, а... Ты не багай губами-то. Ты слушай. Лучше детей не воспитывай. Вот это стиль. Да, стиль. Это стиль человека, который является председателем правления собственников жилья пятиподъездного дома. А вы имеете право агрессивно себя вести относительно собственников жилья? Вы имеете право оскорблять их, угрозы прямые осуществлять, наезды на живого человека. Вы наехали транспортным средством. Вы в курсе? Вы в курсе? Да, мы в курсе. Что ты за него? Ты что ты как таротошка тароторишь-то, а? Почему? Вы как разговариваете? А я по-другому с ней не могу. Вы как разговариваете? Вы вообще не можете по-другому. Вы уберите меня. Я сейчас выйдем. Я не выйдю. Я не выйдю. Вы идете представителем власти нашего сюжета. Вот так, собственно говоря, у нас осуществляется общение. С председателем правления нашего ТСЖ. Помимо агрессивности, жители жалуются еще и на то, что председатель ТСЖ не предоставляет им важные документы. И все вопросы решают самостоятельно и единолично. В итоге в этот скандал вмешалась даже жилищная инспекция. Председатель каждый должен уметь разговаривать с людьми. Должен находить общий язык. Он должен быть лицом ТСЖ. Представлять интересы данных людей. По данному адресу видно, что здесь далеко не лицо ТСЖ, а, наверное, его обратная сторона. Жилищная инспекция может провести проверку. Я обязан провести проверку по данным фактам, что мы сделаем в ближайшее время. Кстати, жители уже готовят документы для того, чтобы подать коллективный иск в суд, чтобы через суд сместить этого председателя. Продолжение следует...